Губернатор Олег Кожемяка дал блогеру из Китая мастер-класс по откачке меда. Упокаивает дым пчелу, даёт понимание, что она уже привыкает к этому дыму, что это не какой-нибудь хищник, медведь или кто-нибудь, о том, что это обычная работа пчеловода. Глава региона побывал на пасеке в селе Кондратеновка. Олег Кожемяка с детства хорошо знаком с процессами до сбора, так как помогал отцу на пасеке. Вместе с губернатором присутствовал китайский блогер Пан Зунь. Олег Николаевич дал мастер-класс по откачке таёжного мёда, за которым в прямом эфире наблюдали более 20 тысяч подписчиков блогера из КНР. Губернатор достал рамки из улья, срезал верхний слой запечатанных сот, после чего началась медосгонка. Ну всё, процесс, процесс центрифигирования запустается. Всё, и начинаем аккуратно его крутить. Это можно крутить посмелее, потому что нет однодневного засева. И нет детишек, которые есть, и которые нужно беречь. Вот сейчас он пойдёт, пойдёт, пойдёт. Свежий мёд гости тут же отведали с блинами и ароматным чаем. Губернатор отметил, что местный липовый мёд отличается целебными вкусовыми качествами, поскольку тайга в Приморье чистая, миллионы гектаров липы ничем не обрабатывают. Урожай пчеловодов каждый год составляет около 6 тысяч тонн мёда. Этого достаточно, чтобы реализовать сладкое лакомство на рынках Китая и других стран. Ранее, в советские годы, Приморский край экспортировал 13 тысяч тонн мёда. И это было хорошее подспорье для сельского населения, которые своим трудом могли, в общем-то, заработать копейку, дать возможность попробовать мёд нашим соседям. Поэтому наша задача сейчас популяризировать именно Приморский мёд, дать возможность нашим соседям из Китайской Народной Республики попробовать и оценить его качества. Вот, высокие и медицинские, и целебные, вот, то есть и вкусовые тоже в том числе. Поэтому мы будем организовывать такие мероприятия, будем участвовать в различных выставках. Ранее, Союз пчеловодов Приморского края подписал соглашение о сотрудничестве с Институтом пчеловодства китайской провинции Цзилинь. Договор позволит организациям обмениваться опытом, исследовать пчёл и продукцию пчеловодства. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.